Всем привет, с вами Григорий и добро пожаловать в город Айсадовск. Перед началом данного ролика я хочу сделать небольшое объявление, это связано с выходом проекта Айсадовского город в Майнкрафте. Это связано с тем, что я здесь находился в деревне, а там, можно сказать, качество интернета среднее. То есть, оно порой, можно сказать, работает, порой даже не работает, поэтому, я думаю, ролики на канале, в том числе и проекта город в Майнкрафте будет выходить редко. Ну, или проект может окончательно уйти в выпуск, как минимум, до августа или до сентября, как минимум. Второе, это тоже связано с местонахождением сейчас. Это связано с тем, что когда в камнях в сторону дачи начинается гроза, мне приходится на время выключать роутер, чтобы не убило токен, и ноутбук тоже приходится выключать. Потому что я не хочу, можно сказать, жертвовать ни с собой, ни своим здоровьем, ни своей техникой. В общем, это вот, я все, я в общем все сказал насчет того, что сейчас со мной происходит, а теперь, а теперь, внимание, показываю, что сегодня, было сделано, точнее, что было сделано на момент подготовки выпуска. Сейчас располагаюсь в Гагаринском районе, это новый район города, где уже будет аэропорт. Да, уже мне, уже писали о том, что, типа, Глеб, сделай аэропорт. Ну, я решил все-таки сделать район новый, так как, то есть, теперь тоже, там, не один район, пономаревский, а, два. В общем, что я успел сделать, это у нас, вот, дачное товарищество, ранее заря, и АЗС, то есть, заправка. Давайте начнем с дачного товарищества. Изначально, дачное товарищество должно было назваться университетское, но... Извиняйте, не должно было назваться институтским, но я потом переименовал в отдачное, в ранее заря. Дома одинаковые, кстати, огородик тоже небольшой, кстати, вот. Показываю, вот, вот, коридор, лестница, значит, первая комната такая вот, и на втором этаже такая же, только побольше, и слабо, точнее, побольше. А во дворе, вот, какой-то огородик небольшой. В общем, все дома в этом, на этот дачном участке, дачный товарищ, из-за одинаковых, поэтому особо зацикливаться мы не будем, мы просто отправимся дальше. Второе, последнее нововведение в этом видеоролике, это автозаправочная, извиняюсь, автогазозаправочная станция Кливергаз. Я эту идею подхватил, когда ездил на дачу, то есть, мне просто понравилась комбинация цветов на логотипе, то есть, синий, голубой, зеленый, белый, оранжевый цвета. Я хорошо повторить, ну, точнее, сделать почти то же самое. Наверху у нас указаны цены, то есть, сколько стоит литр бензина, дизельного топлива или газа, или же кубический метр газа. Я указал, это, можно сказать, это среднестатистические, извиняюсь, среднестатистические цены на бензин и дизельное топливо в России, то есть, ну, так сказать, шарах, ну, точнее, находится в коридоре между 40 рублями и 50 рублями, а вот газ, то есть, за 1 кубический метр, то есть, пропан, то есть, указан 15 рублей, метан 20 рублей. Ну, а вот средний, я как считаю, то есть, средняя цена в России, это, может быть, у нас половина рублей. Ну, я могу ошибаться, хотя я еще заезжал в АЗС, в заправочную станцию около, то есть, на окраине города, это Газпромская, и там стоят 1 кубометр метана 119 рублей. Ладно, вот так выглядит заправка здесь, то есть, можно заправиться с четырех сторон, а не с двух, как обычно я делаю. И дальше идет небольшой магазин, то ли, я не знаю, как это можно назвать, поэтому таблички нет, увы. В общем, тут у нас сиденье, где водители могут подождать, пока заправляется их машина, дальше доска с различными новостями, я обожаю ставить здесь булки березового люка, потому что, во-первых, не то, как красиво, но и, можно сказать, украшает интерьер. Украшение любого дома, точнее, любой организации, будь то офис и прочее, вот там, тоже магазин. Вот у нас общий туалет, вот, вот так выглядит санузел. Так, извиняюсь, ребят, у нас, как-то смазжурное обстоятельство было. Да что, у нас такие вот пулки, где у нас лежат различные запчасти для машины, масло, даже, можно сказать, вот даже продукты, где можно, можно сказать, купить себе там, это, ну, все есть по дороге, то есть на дорожке. И две кассы, вот, такие вот две. Они практически одинаковые, просто озеркаленные, и даже фонарей просто. В общем, это все, что я успел сделать за последнее время. В общем, понравился вам ролик или нет, решать вам. С вами был Грегри Эджерс, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои идеи. А также залетайте ко мне в группу ВКонтакте, на сервер, в Дискорд, и также на мой чат в Телеграме. Ссылка в описании под видео. Ну что ж, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, до новых встреч, пока.